Хотим предупредить вас, в безопасном переезжайте, если даже семафор отключен, то вы должны остановиться у сигнальных столбиков. В листовках давно знакомые водителям правила поведения на железнодорожных переездах, однако соблюдают предписания не все автолюбители, особенно в часы пик, когда торопятся и проезжают на красный сигнал семафора, в то время как к переезду уже мчится поезд. Всего в Казанском регионе 50 железнодорожных переездов, из них лишь три охраняемые и оборудованы по всем правилам безопасности. На этих переездах проехать на красный при всем желании не получится. Еще четыре переезда до конца года планируют оснастить камерами видеофиксации, чтобы наказывать нарушителей рублем. К слову, проскочившему перед поездом грозит штраф полторы тысячи рублей, либо же лишение водительского удостоверения. Поезда нету, а светофор горит. И по полтора часа горит. Это, могу сказать, это совхоз Бюрелит там постоянно. И пробки на дороге, а там заезд очень маленький, и вдоль дороги дорог сужается. Я считаю, если водитель внимательный, они достаточно оборудованы. Все есть, знак есть, разметка есть, вполне достаточно. Главное, чтобы водитель был внимательный. Четыре дня назад на железнодорожном переезде станции Дербышки грузовой поезд протаранил легковой автомобиль. Водитель «Вольво» попытался преодолеть пути на красный сигнал семафора. Удар пришелся в заднюю часть иномарки. Машину отбросило в сторону. Лишь поэтому водитель не пострадал. Аналогичный случай произошел в марте, недалеко от станции «Лагерная». Когда водитель пытался пересечь эти железнодорожные пути, горел красный сигнал светофора. Неожиданно машина застряла. В тот момент с той стороны двигался локомотив. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. Благо, в этот момент в автомобиле не было водителя. Аварии на этом переезде происходят ежегодно. Поэтому работники железнодороги предлагают закрыть проезд автомобилем и отремонтировать объездную дорогу, которая ведет из нового Рокчино на Горьковское шоссе. Ликвидировать намерены еще два переезда на 62-м и 109-м километре. Если путепровод построен ближе 5 километров от путепровода, переездов быть не должно. У нас же на Буинском ходу через 3 километра идут, через 2 километра идут переезды. Но надо делать какие-то объездные дороги, исключать жертвы будущие. Это совместная работа с администрацией должна проводиться. Пока же сотрудники ГИБДД и железнодороги надеются снизить количество ДТП на переездах, регулярно проводя подобные рейды. И напоминают, жизни людей, которые находятся в автомобиле, зависит от поведения того, кто сидит за рулем. Если у вас будет безопасно переезжайте, все счастливые пути и аккуратные дороги. Эльмир Гляхметова, Дмитрий Реженко, Телеканал, Эфир.